На неделе экспертное сообщество обсуждало новые данные рейтинга Всемирного банка Doing Business и обсудить действительно ей что. Беларусь заняла 44 место из двух сотен стран, причем финансовая организация добавляет в Беларуси сразу 13 позиций, оценивая улучшение делового климата в стране. За последние 7 лет, вопреки скепсису многих наблюдателей, мы вплотную приблизились к 30-ке лучших. Напомним, попасть в топ-30 в течение ближайших лет такую задачу ставил предправительством и парламентом президент. Пока же 44 место, это соседство с Бельгией и Италией, где деловой климат по европейским меркам образцовый. Относительно партнеров по ЕАЭС, мы уступаем меньше 10 позиций Армении и 3 позиции Казахстану. И в свою очередь опережаем Россию и Кыргызстан. Соседняя Украина лишь в 83-м. Ну и так, какие же позиции получилось улучшить и на что обратили внимание эксперты Всемирного банка? Составляется топ-бизнес-стран по 10 параметрам. На графике видно, что одной ногой мы уже в 30-ке, по регистрации собственности седьмые, по регистрации предприятий 12-е, а в 30-ку вошли по исполнению контрактов. И немаловажная тема для предпринимателей – отсутствие барьеров во внешней торговле. Здесь мы за год улучшили показатели в 6 раз и заняли 25-е место. Чуть меньше бюрократии в строительстве и здесь мы бы могли стать в 30-ке. Задача поставлена войти в 30-ку и мы уже достаточно близко приблизились к этому. То есть вот этот рейтинг, который имеется сейчас – это большая работа, которая была проведена по всем сферам регулирования деятельности бизнеса в Беларуси за последние 5 лет. Мы понимаем общие, действительно основные, как говорится, сферы предпринимательства – открытие, подключение к электроэнергии, получение кредитов, где, в какой стране лучше или хуже. То есть нужны же какие-то формальные инструменты, чтобы это сравнить. Естественно, это нужно и для инвесторов, и для того, чтобы мы понимали, к чему нам стремиться, где мы уже неплохо на общем фоне выглядим в мире, а где нам нужно подтягиваться. И еще пару слов о резервах для дальнейшего улучшения своих позиций. Если в системе налогообложения, чтобы остаться социально ориентированным государством на существенное сокращение фискальной нагрузки, нужно идти крайне осторожно, то процедуры администрирования налогов можно упрощать максимально. То же касается и таких позиций, как разрешение неплатежеспособности предприятий, получение кредитов или, внимание, подключение к системе электроснабжения. Да-да, вы не ослышались, этот фактор играет гораздо более важную роль, чем может показаться. Мы на 89-м месте по подключению какого-нибудь построенного нами складика к энергосетям. Это и дорого стоит, и требует много процедур. Об этом мы говорим уже почти три года, но Министерство энергетики, как выяснилось, так ничего не сделало. Чтобы повысить позицию по стоимости и времени подключения к электросетям, необходимо просто в Министерстве принять пару новых инструкций. Это нам ничего не стоит. Я хочу заметить, что есть очень трудные позиции. Мы социальное государство, и поэтому по налогам мы не можем... У нас высокие будут всегда налоги, раз мы социальное государство. Но Минфин сумел сделать ревок с предпоследнего места на 63-е. Вот надо погрозить Министерство энергетики, и это можно исправить за два дня. Поступательное движение Беларуси в экономических преобразованиях мы сами не считали никогда революционными. Но тем, кто упрекает страну в отсутствие реформ, стоит обратить внимание на такую статистику от Всемирного банка. Начиная с 2006 года в Беларуси зафиксировано 32 реформы. Наша страна признана одним из ведущих в мире реформаторов и занимает четвертое место среди 189 стран по количеству реформ во всех сферах деятельности за последние 10 лет. Так что полезное надо заглянуть в рейтинги, где цифры порой говорят гораздо больше, чем слава.